Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на канал Soundlife. Многие из вас писали, что на Алиэкспрессе можно купить магнитолу не хуже, чем тот же самый Kenwood, Pioneer, GVC и прочее. При этом там будет и Android, IPS-матрица, и большой экран, и ничем не ограниченные возможности по мультимедиа, и при этом крутой звук. Многие из вас спрашивают, почему одна магнитола другая, почему не рассматриваю Алиэкспресс, почему именно брендованная магнитола. Что ж, давайте посмотрим. Специально на Алиэкспрессе я выбрал одну из самых популярных автомагнитол, компания TS. Заказал я специально под свой автомобиль, это Mitsubishi Outlander XL, если никто не знает. Пришла она, кстати, очень быстрая, и она уже у меня здесь. То есть, вот в такой коробке. Это, кстати, самая последняя у них модель, это CC2 на 4,64 гигабайта внутренней памяти. И сегодня она у нас в обзоре. Погнали! Магнитола пришла в такой коробке, она, кстати, брендованная, надписью TS. У них, кстати, я посмотрел, есть даже российская техподдержка. Находится, если не ошибаюсь, в Новосибирске. Внутри нас сразу встречает это фирменный пакет. В пакете рамка. Рамки могут быть у них разные, то есть, соответственно, у них магнитола вставляется непосредственно в рамку. Из косяков то, что рамка пришла бракованная. Это можно отметить. Мы никого здесь покрывать не будем, как есть, так и есть. Если она окажется браком, мы так и скажем. Далее нас встречают жгуты проводов. Здесь у нас колокольчики. ЦВПС-вход. Я так понимаю, что это видео. АУКС. Выход под внешний микрофон. USB. Есть один USB. Есть один двойной USB. Есть, кстати, переходник под мой автомобиль. Это то, что со штатной розетки. Это, кстати, плюс. Ханблок, если у вас штатный усилитель. Есть еще один USB. Вход под камеры заднего вида. У них все это модное. И непосредственно жгут проводов под штатный разъем. Далее нас встречает вот такой конверт с надписью TS. И в нем не деньги за обзор. Хотя могли бы и заслать. Здесь такой QR-код. Сзади гарантийный талон. Поэтому QR-коду можно скачать инструкцию. И тряпочка, чтобы вытирать слюни и следят пальцев с экрана. Сбоку у нас так же. И идет. Как раз вот эта вот камера. Питание камеры. Шнуры. Сама камера идет универсального типа. Как они оправдываются, это так как она слишком здоровая. Она не летит в универсальные кронштейны, которые идут под штат под автомобиль. То есть она идет именно просто на обычном кронштейне. Не знаю. Могли бы, конечно, заморочиться и сделать хотя бы кронштейны под свою супер-путер камеру. Они бы ее так пиарят. Они говорят, что это лучшая камера вообще из всех, что может быть. Мы это, конечно же, тоже с вами проверим. У меня стоит линкаровская камера с соньковской матрицей. Сравним ее с вот этой. Если окажется, что не лучше, ну, значит, вы сами сделаете выводы. Здесь мы видим непосредственно саму автомагнитолу. То есть она вот такого плана, как планшет. Сзади медное основание. Так вот, на первых версиях магнитола сильно пригревалась, и это то, что вырубалось, какие-то баги были и прочее, прочее, прочее. Здесь они уже ее немножко запилили. Установлена такая медная крышка. Она служит частично как теплоотвод плюс активный кулер установлен. Из минусов. Для меня было открытие. Почему нету выносного Bluetooth-микрофона и, опять же, нету RCA выходов. То есть такая копеечная вещь, которую, между прочим, вы продаете отдельно за 300-400 рублей. Почему нельзя, допустим, вкладывать их в комплект? Такая копеечная вещь для вас. Тем более, как бы вы преподносите этот продукт как премиум. По техническим характеристикам у нас здесь установлен 8-ядерный процессор, 4 гигабайта оперативной памяти, 64 гигабайта внутренней памяти. Установлен DSP-процессор TDA6851. Установлен радиотюнер NXP6686. Помимо этого у нас на борту Wi-Fi, GPS, 4G-модуль, который вставляется здесь вот, скорее, автомагнитолог, и может работать напрямую. То есть не надо даже раздавать Wi-Fi-модем, просто ставили симку, он распознал, все, у нас интернет. То есть устройство вообще может работать автономно. Это, кстати, большой плюс. По Bluetooth. Bluetooth здесь версия 4.0. Помимо этого к автомагнитоле можно подключить дополнительно датчики давления в шинах, завести сюда Apple CarPlay. Дополнительно приобретается, активируется и работает. Ну и сама по себе система работает на Android 8.1. Теперь нам остается только внедрить все это дело в автомобиль и пройдемся по меню, посмотрим, что эта магнитола может, какие-то особенности, преимущества, недостатки. Погнали! Не исключим. Итак, мы попадаем на главный экран. Здесь у нас, соответственно, сразу включается музыка. Я уже просто проверил. Это не первое включение, скажем так. Что мы видим на главном экране? То есть, здесь есть анимированная машинка. Она на самом деле многофункциональная, потому что здесь во время движения она показывает скорость, считывает она ее по GPS-у, считывает также свет фар, то есть, включили, допустим, габаритки, она понимает по диммеру, по обычному проводу, что включен свет. То есть, интересно сделано, анимировано. Помимо этого, если подключить штатный видеорегистратор, который они предлагают, конечно же, отдельно, то мы получаем еще такую систему, как система ADAS. То есть, это система контроля полосы, система против столкновения, предупреждения. Достаточно такая интересная вещь, не знаю, как она будет по факту работать, но вот если у вас, допустим, вы покупаете автоматику, и то у вас нет регистратора, то почему бы и нет, стоит он там не таких больших денег. Экран здесь делится, у CC2 именно версии может делиться на три части, соответственно, здесь машина анимированная, здесь мы можем выводить либо камеру, либо навигацию, здесь мы можем прослушивать музыку. Внизу у нас иконки, скажем так, источников, первая иконка это навигация, ну, навигатор на самом деле вообще по матрице вопросов никаких нету, очень все качественно сделано, и разрешение хорошее, полностью все работает, работает он, спутники ловит по GPS-антенне, либо по Wi-Fi, либо по всему вместе, вообще вместе взятых. Так, если нажать на выход экрана, соответственно, сюда все это выводится, так же можно управлять. По музыке у нас здесь никаких проблем нету, здесь все отлично воспроизводится, любой трек, удобная перемотка. Здесь ставится все достаточно плавно, никаких затупов, рывков, ничего нету. Есть возможность ходить по папкам. Теперь у нас появился флаг, на штатном автомагнитоле, даже хоть было USB и MP3, но это только MP3, флага, ни за какие ковришки там не было, только если подключать какие-то внешние источники. Здесь уже это все у нас есть. По радио здесь у нас никаких проблем нету, кнопки, кстати, на уровне работают. Есть Bluetooth, но Bluetooth, опять же, то есть это со встроенным микрофоном. Проверял, работает, в принципе, гает даже слышно нормально, но все-таки сомнения, почему нет внешнего микрофона, это очень плохо. Следующая иконка это видео. Можем смотреть. И смотрите, что можно посмотреть по видео. По видео у нас запустим Full HD. В плане видео можете видеть сами, это Full HD, файлы вообще легкую воспроизводит, никаких проблем. Причем у нас яркая, сочная картинка, никаких тормозов, все листается, отлично. Дальше, что можем посмотреть еще. ну, а вишки мы даже можем не смотреть, мквшки можем посмотреть. Шедевр автотюнинга. То есть, мультимедиа воспроизводится вообще на ура, да еще и на таком красивом, ярком дисплее, IPS-панель делает свое дело. Ну, и в сочетании с мощным процессором оперативки здесь 4 гигабайта, это очень даже неплохо. Сейчас не в каждом магнитоле, который продается на территории России официально, 4 гигабайта оперативной памяти. Помимо того, что он воспроизводит любые видеофайлы, он еще имеет такую функцию, как картинка в картинке. То есть, переносится просто на рабочий стол, все. Можно даже вообще куда-нибудь вообще любое свободное место смотреть. Не знаю, как часто, конечно, вы этим будете пользоваться, но то, что эта функция есть, она очень такая на самом деле кайфовая. Последний пункт это меню настроек. Здесь у нас сети Wi-Fi, использование трафика, сим-карта, которая вставляется в него непосредственно. Устройство здесь можно настроить дисплей, яркость его. Вот туда. по звуку. Давайте посмотрим, что есть по звуку. Звук прикосновения load есть, который не нужен никому, есть питание усилителя, сабвуфер, есть регулировка, допустим, есть громкость его, low pass filter и high pass filter есть. Фу, фу. Помимо этого у нас переходим непосредственно в процессорную часть. приколайзер у нас здесь 16 полос, можем все это дело отрегулировать, все очень хорошо отвлекается. Вообще тач на самом деле вообще в магнитоле очень хорош. Здесь есть временная коррекция, передний левый, передний правый, задние колонки смещения, задний левый, задний правый. Но мы этой функцией не пользуемся, потому что у нас есть Audison Bit 10, который подключен по высокоуровневому адаптеру, потому что кто-то колокольчики зажал. Заключить. Низкие тона, здесь соответственно также все это настраивается, сабвуфер, громкость, срез, как там, в ты подменю. Звуковое поле, допустим, откуда, куда направляет звук, в нашем случае это передняя акустика. Диапазон низких частот. То есть по звуку никаких по каналу здесь нету, да и не построите, не зарейте деньги, но все равно уже, скажем так, чтобы пользоваться и более-менее настроить качественный звук, здесь все для этого есть. В общих настройках здесь всевозможные включения любой кнопки, тормоз, автозапуск навигации, наложение времени, измерение температуры, задняя камера зеркальна, незеркальна, подсветка сердцовых кнопок, здесь же обучение кнопок руля, пропорции звука, то есть мы можем, допустим, при задней передаче уменьшать громкость, приложение для навигации выбирается, отображение на главном экране, допустим, можно либо поставить ДВР, либо заднюю камеру, либо Google карты, либо Яндекс навигать. Заводские настройки, здесь у нас для обычных смертных доступа нету, но если ввести код 168, попадаем и туда. Город ключа, положение OFF это SON, либо выключение. Активация системы кругового обзора есть, то есть если подключить будет работать. OBD, активация передней камеры, приоритет передней камеры на задней, питание усилителя антенны, панель управления МЦУ, неизвестные источники, тип камеры заднего вида, либо у нас TVI, либо AHD, которая у них там супер-пупер навороченная, которая у нас в комплекте есть. Так, закрытие двери, логотип марки автомобиля, здесь мы выставляем на каком автомобиле она собственно установлена, потому что вся вставка по сути универсальная под любую машину. Настройка канбаса, если машина стоит сакановая, то и будет еще отображать какую-то информацию, там топливо, бак и прочее, прочее, прочее. пакетная установка, калибровка сенсора, опять же, кнопки, калибровка дисплея, выбор лаунчера, ошибки USB, тип TV, настойка видеовыхода, 124 на 600 разрешение, протокол USB 2.0 либо 1.0, активация, монокулярка уголового обзора, выключены, дополнительные параметры, отображать парктроники, не надо, линии разметки заднего хода, реверс генетических линий разметки, обновление по канбасу, обновление по канбас адаптера, отображать панель климат-контроля, отображать открытые, закрытые двери, тип подключение аудиосрочка AUX, iPod, больше ничего нет, инверсия кнопок, переключение треков, громкости, информация из коншины, в основных настройках это местоположение, здесь оно выдается, что он, допустим, откуда берет, допустим, координаты системы, даты и времени, специальные возможности, здесь у нас для сыпок глухонемых, наверняка всякая такая, параметры разработчика, память, цветовой режим, сервис, антическая система, интерфейс системный режим, фрагменты быстрых настроек, отладка по USB, отозвать доступ до USB-отладки, короче, это все внутренние такие андроидовские приложухи, здесь у нас слот e-mail, здесь у нас есть информация об устройстве, прошивка модуля, версия, андроид стоит 8.1.0, да и все, по настройкам здесь у нас больше ничего нету, само меню, это полноценный по сути у нас планшет, приложения всевозможные, все это ставится очень просто через Play Market, здесь есть приложения, которые здесь уже по умолчанию установлены, это задняя камера, датчики давления в шинах, я их не приобретал, если понравится, приобрету, ТВ, ТВ у нас соответственно работает через интернет, все у нас полноценно те, кому в основном нужен в большей степени функционал, а не прям супер-пупер качество звука, вашими кажется идеальный выбор, YouTube, конечно, как же без YouTube, но все эти программы, вы же сами понимаете, что работают исключительно только с помощью интернета, также пожалуйста, на главном экране есть возможность выбора качества, она сама конечно выбирается, в зависимости от качества интернета, есть поддержка Bluetooth с аудио, радио, рисунки, можно картинки посмотреть, можно поставить любой рабочий стол, какую хотите, вообще картинку хоть такую, в принципе на самом деле на этом все, давайте перейдем к камере заднего вида, вот сейчас ради сомнения я вам продемонстрирую ту камеру, которая у меня стояла, то есть это Индро-Инкар с Соньковской матрицей, совсем не недешевая камера и она показывает на данный момент вот так вот, мы прекрасно видим, видно, что раз экран большой, видно зернистость, ну и качество такое, все-таки оставляет желать лучшего, теперь я думаю, что мы поставим другую камеру и посмотрим, как показывает она, то есть обратили внимание на углы и на качество картинки, тюнинк, 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 итак, спустя некоторое время поставил новую камеру заднего вида и давайте посмотрим, как она показывает. Ну, что можно сказать, сразу же большая разница, широченные углы, хорошая детальность, на самом деле я даже не ожидал, что будет настолько большая разница по качеству камеры, потому что та, которая стояла, это была Индро-Инкар, также на Соньковской матрице, но, чтобы вот так вот показывало, я такого ни разу не видел. Видимо, они не зря утверждают, что это лучшая камера, и что они даже дают гарантию, что если вы найдете лучшим, и у него вам деньги. Ну, на самом деле, похвально. В этом плане, конечно же, от ТАИС радует. Итак, друзья, какие можем сделать выводы? Данную автомагнитолу я оставляю у себя на длительный тест, это порядка около месяца. По истечению этого времени сделаем еще одно видео, расскажу, какие, может быть, всплыли минусы, либо те же самые плюсы, которые я еще не рассказал вам. По поводу техподдержки высылали новую рамку, на самом деле, все сделано оперативно, по поводу РЦА не высылают, говорят, что покупайте отдельно, по поводу микрофонов то же самое. Это не идет в комплекте, покупайте отдельно, непонятная политика, я бы на вашем месте об этом задумался. В целом, от автомагнитола остались положительные впечатления, но стоит не забывать, что обошлась она 20 на 400 и за эти деньги уже можно рассмотреть конкурентов в виде Кенуда либо Пионера. Но вот именно до этого я и сделал такой выбор, чтобы понять для себя и чтобы вы тоже для себя выбрали, что же покупать. Возможно, мой выбор или мои подсказки вам помогут сделать правильный выбор. На этом все, спасибо, что смотрели, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, пока!